вы на канале паутинка книг меня зовут валентина сегодняшнем видео мы будем вязать вот такое теплое красивое пальто спицами я его планировала связать уже две осени и вот все таки этой осенью я его связала не получилось конечно связать прям к осеннему сезону чтобы осенью его поносить но вы можете связать его к весне спицы крупные пряжа толстая вяжется очень быстро здесь у нас реглан сверху здесь у нас есть росток возможно росток это для кого-то сложная часть но здесь я его очень понятно объясняю в общем то все в этом пальто очень легко и просто вяжется лицевая гладь самая сложность для кого-то это росток но не переживайте здесь я объясняю как раз как строится росток и имея уже это понимание что такое росток и как он строится вам уже будет проще его связать мое пальто сейчас не закончена пока мне осталось только длину но я все-таки решила выложить первую часть видео здесь как раз в первой части у нас начало реглана и вывязывание ростка шила выложить до окончания пальто чтобы те кто желает уже смогли начать его вязать фотографии готового пальто я выложу уже во второй части видео как раз ко второй части я уже его закончу сделаю красивые фотографии и вы сможете уже посмотреть но начать его вязать вы сможете уже сейчас свою пряжу не покупала очень давно года четыре назад и она у меня все время это лежала ждала своего часа но это пряжа есть на вал берез я смотрел поэтому можете смело набирать в поисковике и вам выйдут варианты расцветок буду вязать вот из такой пряжи yarnart bellissimo здесь 13 процентов мохера 67 процентов акрила 4 процента полиамида 16 процентов полиэстера в этом матке 150 грамм и 330 метров так у меня цвет 1422 такой вот желто фиолетового белая голубой для вязания буду использовать спицы номер 7 для начала я связала образец постирала высушила все как положено как мы обычно делаем расчеты измерила у меня в 10 сантиметрах получилось 12 петель это вот спицами номер 7 вязание мое будет начинаться сверху с горловины и я взяла сантиметр и отмеряю горловину я отмеряла не прям по шее впритык а немножечко ниже чтобы было чуть-чуть свободно у меня вот здесь вот эта мерка получилось 40 сантиметров и получаться вот эти 12 петель у меня в 10 сантиметрах значит в одном сантиметре у меня 1 и 2 петли и у меня здесь получилось 40 сантиметров да я 40 сантиметров умножаю на 1 и 2 и получается у нас здесь 48 петель но я здесь планирую связать планочку застежками я решила для начала какая у меня будет ширина планочки пусть у меня будет 5 петель будем вязать поворотными рядами вот будет начало ряда да здесь где у нас вот пуговички и у меня в начале ряда будет планочка из 5 петель и в конце ряда у меня будет планочка из 5 петель вот то есть к 48 петлям нам нужно прибавить еще 10 5 и 5 10 петель значит у нас получается 58 петель здесь мы набираем можно уже до ровного количества набрать 60 к примеру петель для набора нам понадобится дополнительная контрастная ниточка любая и мы берем складываем две эти ниточки можно здесь прямо узелочком связать чтобы уже ничего никуда не выпадывало вот я завязала узелок теперь вхожу таким образом и делаю вот так придерживаю этот узелок мизинчиком захожу в петельку дополнительную и забираю здесь петлю теперь мы здесь все придерживаем правой рукой мы придерживаем вот эту часть которая у нас узелком левой рукой затягиваем уже вот здесь чтобы у нас здесь получилось петля теперь будем просто набирать петельки уже обычно здесь уже все будет легко нам главное зафиксировать первую петельку эта часть у нас уже остается здесь с краешку так и теперь набираем то количество петель которые мы высчитали петли набраны вот эту ниточку дополнительную мы обрезаем оставляем небольшой хвостик все нам та нить уже не понадобится и теперь мы будем провязывать установочный ряд вот по изнаночной до стороне пальто у нас будет вязаться лицевой гладью то есть лицевые петли с лицевой стороны изнаночной с изнаночной а планочка у нас будет вывязываться платочной вязкой сейчас мы будем провязывать установочный ряд и будем устанавливать маркер для этого нам нужно сначала здесь посчитать давайте нарисуем сначала я набрала 60 петель здесь но петельки планки здесь у меня не участвует они вот здесь вот и 10 петель да вот в центре не здесь они у меня не участвует в расчетах нам нужно на реглан вот так вот отделить возьмем здесь по одной петельки на регланные линии 60 петель минус 10 петель планки всего 50 так 50 петель минус вот эти четыре петли регланных линий остается у нас 46 петель 46 петель нам нужно распределить давайте разделим сначала на пополам 46 напополам будет 23 петли до по 23 петли 23 петли с этой с этой части и 23 петли с этой части давайте возьмем по 7 петель на рукава если у вас больше размер то конечно же здесь на рукава вы берете больше у вас соответственно в общем больше петель и на рукава вы берете больше петель я беру 7 петель и считаем у нас было 46 минус 14 остается 32 петли до тридцать две петли мы делим на пополам на перед и на спинку и у нас получается по 16 петель то есть 16 петель у нас спинка и 16 петель у нас перед но спереди нам нужно еще и на пополам разделить остается 8 и 8 в общем мы вот так вот распределили наши петельки и теперь мы вяжем установочный ряд в соответствии с этим сразу расставляем маркеры нам понадобится их 10 штук идем сейчас по изнаночному ряду но в начале у нас планочка 5 петель в начале 5 петель в конце платочной вязкой поэтому мы сейчас сразу же провязываем ее лицевым петелькам то есть 5 петель я провязываю лицевыми 123 вот этот хвостик чтобы не вытянулся пусть аккуратненько его 45 провязала 5 петель и поставлю маркер здесь который отделяет вот эту планку чтобы я уже знала что у меня здесь петли планочки так дальше я провязываю 8 петель передней полочки 12 уже еду изнаночными петельками 3 4 5 6 7 8 провязала ставлю сюда маркер затем я провязываю одну петельку регланной линии снова ставлю маркер отделяющие петельку регланной линии затем я провязываю 7 петель рукава 1 2 3 4 5 6 7 снова ставлю маркер провязываю одну петельку регланной линии опять ставлю маркер затем я провязываю 16 петель спинки мы идем по изнаночному ряду поэтому провязываем изнаночными 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 провязала снова ставлю маркер провязываю одну петельку регланной линии и снова ставлю маркер затем я провязываю 7 петель рукава 1 2 3 4 5 6 7 ставлю маркер одну петлю регланной линии также отделяю ее маркером затем провязываю 8 петельку передней полочки 4 5 6 7 8 и ставлю маркер который у нас отделяет петли планки планка у нас вяжется повторюсь платочной вязкой с двух сторон то есть лицевыми петлями поэтому сейчас я провязываю лицевой 1 2 3 4 5 здесь можно чуть-чуть поменять этот хвостик оставлять чтобы потом вот эту часть можно было спрятать хорошо чтобы удобно все было все мы связали один установочный ряд распределили петельки разделили по регланным линиям и со следующего ряда нам нужно уже вывязывать росток росток у каждого размера свой величина ростка своя можете в интернете посмотреть сколько сантиметров в высоту составляет росток для каждого размера так как здесь пряжу просто понадобится меньше рядов я думаю для своего размера провязать рядов 6 примерно но сначала нам нужно также как мы сейчас вот здесь вот распределяли схематично нарисовать наши точки разворота где нам разворачиваться вот мы сейчас начали отсюда провязывать провязали вот сюда вот этот ряд вот здесь мы сейчас это лицевая сторона мы сейчас вот здесь теперь нам для точек разворота понадобятся маркеры но отличающиеся возьму такие булавочки проверьте налезать ли они на спицу нарезают отличающиеся от остальных маркеров потому что по этим маркерам мы будем провязывать наши точки разворота к примеру я буду провязывать 6 сейчас ну я условно говорю примерно 6 рядов я могу потом в процессе добавить и до 8 рядов например сейчас мы начнем вязать вот в этом направлении мы пойдем вот сюда и будем довязывать до регланной линии по спинке вот это у нас правый рукав правый это левый это относительно того как мы смотрим вот с лицевой стороны да вот мы сейчас начинаем с левой стороны идем на правую останавливаемся вот здесь за одну петельку 1 петелька и сразу же ставим маркер смотреть идем вот так это петли рукава мы ставим на петлях рукава спинку мы не трогаем провязали маркер пересняли 1 петелька вот здесь вот устанавливаем здесь маркер если у вас большой размер и большое количество петель на рукаве вы можете две или три петельки распределять смотрите сами в зависимости от того сколько рядов вы хотите привязать нам следующую точку разворота нужно вот здесь также поставить здесь у меня тоже одна петля будет как и здесь с этой стороны то есть я снова беру маркер и вот здесь вот по рукаву отступая от задней линии реглана ставлю маркер и давайте здесь все таки сделаем по 2 петельки сделаем по 2 перейдем маркер делаю две петли и здесь на 1 переодену две петли этим маркером мы сейчас делаем точки разворота так и у нас было 7 и осталось 5 петель до давайте сделаем здесь следующую точку разворота еще через две петли и то же самое здесь до между ними вот две петли также надеваем маркер и мы сейчас просто размечаем сделали две петельки у нас здесь остается 3 петли до маркера 3 петли до маркера остается у нас здесь и поставим еще через две петли маркер и по левому плечу точно также еще одна точка разворота между ней две петли до здесь у нас остается одна петелька вот она до маркера отделяющего регланы или не у нас остается одна петля вообще при вывязывании ростка нам нужно задействовать петельки рукава и петельки вот эти вот переда у нас здесь одна петля остается поэтому давайте следующую петлю перенесем сделаем получается у меня распределено уже на 6 рядов вязания сделаю 8 рядов да и один маркер я поставлю после регланной линии то есть вот рекламная линия у нас отделена и 1 петля поставлю здесь и поставлю здесь на рукаве мы разметили теперь мы это уже перешли на переднюю полочку правая и левая у нас одинаковое количество петель отсчитывать смотрите мы разметили сейчас на 8 рядов провязывания ростка сейчас я провяжу 8 рядов ростка и посмотрю хватает ли мне этих 8 рядов если я захочу к примеру сделать росток поглубже то тогда я провяжу еще 2 рядочка а разворот сделаю через 2 или через три петли вот здесь от этого вот последнего маркера разворота да вот здесь к примеру или вот здесь и то же самое с этой стороны можно их пока не ставить а потом поставить мы сейчас будем идти отсюда от начала ряда в эту сторону и снимать маркеры по очереди и разворать делать точки разворота места где у нас установлены маркеры смотрите вот здесь думаю смысла нет показывать прям показываю на полотне чтобы было понятно у нас рабочие не здесь мы начинаем провязывать сейчас отсюда идем провязываем полностью все мы провязываем спинку всю здесь у нас регланная линия и начинается правый рукав первый маркер снимаем разворачиваемся по изнаночной стороне идем в обратном направлении по левому рукаву снимаем первый маркер который нам встречается разворачиваемся идем по лицевой стороне доходим до 2 маркера его убираем разворачиваемся по изнанке доходим до следующего маркера на левом плече разворачиваемся по лицевой стороне доходим до следующего маркера разворачиваемся здесь также мы доходим до следующего они все снимаются их уже у нас нет да и затем мы идем дальше по лицевой стороне провязали регланную линию перешли на переднюю полочку снимаем маркер если он у нас последний либо предпоследний может быть здесь еще есть может быть если у вас большой размер то вас здесь еще есть маркеры слишком много от регланной линии переда не выставляйте там ну до половины хотя бы можно дальше уже не нужно и также мы идем и возвращаемся и снимаем все эти маркеры и дальше уже будем просто вязать без ростка то есть мы начинаем сейчас провязывать отсюда вот началом идем провязываем вот да вот этого первого да вот этой идем дальше обратно то есть да вот этой отсюда мы идем дальше да вот этой 2 отсюда мы идем до 2 отсюда до 3 от 3 до 3 по этой стороне от 3 по это здесь она у нас стоит от 3 по этой стороне мы идем к 4 от 4 мы идем тоже к 4 можно еще пятую до сделать или если большой размер то у вас больше это я сейчас здесь показала здесь не слишком понятно сейчас прям наглядно буду показывать время вязания это у нас лицевая сторона все петельки провязываются лицевыми петли планочки мы провязываем лицевыми петельками и переснимаем маркер дальше мы провязываем лицевыми петельками до регланной линии маркер который мы поставили для точек разворота мы их просто переснимаем сейчас дошли до регланной линии и петли провязываем пока еще начало не слишком удобно и когда росток еще тоже может быть путаница но если вам сложно вязать такой росток вы можете всегда связать азиатский росток азиатский росток я уже показывала на примере детского свитера т��게요 также можно связать и на взрослом он вяжется просто по спинке оставлю ссылочку на свитер в котором я вязала азиатский росток детская ажурный блузе и как раз такие пройдите посмотрите если вы хотите связать азиатский принципе можете здесь и азиатский связать если вам такой росток трудно вязать то азиатский будет попроще мы дошли до 1 рекламные линии 1 марки рекламные линии и нам нужно еще когда мы провязываем росток не забывать по регланным линиям делать прибавки поднимаем протяжку вот между петельками я ее поднимаю таким образом накидываю на левую спицу вот так чтобы за переднюю стеночку с наклона вправо провязать петельку все прибавка сделано с наклона вправо от маркера вправо здесь маркер переснимаю петельку регланной линии провязываю второй маркер также переснимаю это маркеры которые отделяют у нас регланную линию по краям от них мы будем делать прибавки после маркера поднимаем сзади с изнаночной стороны вот так вот и надеваем на спицу петельку чтобы нам провязать здесь прибавку с наклоном влево вот этой скрещенной петелькой смотрите если мы вот так провяжем здесь будет огромная дыра поэтому мы провязываем скрещенной перед маркером с наклона вправо после маркера с наклоном влево дальше мы идем провязывать петельки рукава маркеры точек разворота просто переснимаем и доходим до следующей регланной линии перед маркером также поднимаем с лицевой стороны вот так петельку и провязываем за переднюю стеночку прибавка с наклоном вправо маркер переодеваем на правую спицу провязываем петлю регланной линии и переодеваем маркер после маркера протяжку мы поднимаем как бы с изнанки вот так надеваем на спицу и сразу же провязываем лицевую петельку так за заднюю стеночку получается прибавка с наклоном влево перед маркером вправо после маркера влево дальше мы провязываем петли спинки и доходим до следующей регланной линии провязали петли спинки дошли до регланной линии также здесь поднимаем протяжку провязываем ее с крещенной лицевой петелькой с наклоном вправо маркер 1 петля регланной линии маркер после маркера с наклоном влево провязываем дальше мы не забываем и провязали спинку и пришли к правому рукаву у нас сейчас здесь вот она первая точка разворота давайте отметим 1 2 3 4 5 6 7 8 аккуратнее нарисуйте себе чтобы было понятно мне более понятно вот по полотну когда вот я объясняю по полотну вы здесь уже наглядно видите где и как разворачиваться чем вот когда вот здесь вот рисуешь так что маркер его так делают видите туда уходит под петельку залезла следующую и останется так как будто бы здесь у нас три петли они две ну вообще здесь 2 поэтому сразу это поправляйте чтобы вы не запутали чтобы вы знали смотрите всегда у нас начинается первая точка разворота через спинку сзади например правого рукава затем сзади левого рукава потом дальше в общем мы идем сзади вперед к от одного к другому маркеру все мы пришли убираю этот маркер он нам уже здесь не нужен мы его просто убираем и разворачиваемся снимаю эту петельку будто бы она у нас кромочная в изнаночном ряду делаю вот такую перетяжку назад тогда у нас вот здесь нить перед работой я ее делаю за спицу и у меня вместо одной петельки получается как бы вот такая вот двойная петля и дальше я просто провязываю изнаночный ряд в изнаночном ряду мы никаких прибавок ничего не делаем мы просто идем по узору маркеры переснимаем и идем в обратном направлении сейчас провяжем петли спинки и дойдем до вот этого самого первого заднего маркера по рукаву вот он у нас я когда вижу росток я обычно даже маркеры себе не расставляю уже узнаю как двигаться решу для себя просто какое количество петель я буду делать между точками разворота и все я его также убираю он уже нам не нужен и делаю также разворот начинать двигаться в обратном направлении здесь я также снимаю первую кромочную переснимаю на правую спицу и там нить у меня была перед работой здесь нить за работой и я эту ниточку натягиваю вот так на спицу и у меня получается такая же двойная петелька дальше просто провязываю одну провязала у меня здесь маркер отделяющий регланную линию не забываем делать прибавки поднимаю протяжку и провязываю за переднюю стеночку все прибавка сделано маркер постоянно расстегивается маркер переодели одну реглана одну петлю регланной линии провязали переодели маркер после маркера опять прибавка наклоном влево провязываем петельки спинки на спинке мы ничего не делаем кроме прибавок регланным линиям пришли к маркеру поднимаем протяжку за правую стеночку переднюю провязываем скрещенные все прибавка выполнена маркер петля регланной линии маркер после маркера прибавка с наклона влево за заднюю стеночку петли и дальше мы идем провязывать до следующего маркера который у нас здесь отмечен так у меня здесь все маркеры убежали сейчас я переодену их вот здесь он должен быть через две петельки до стоять не забывайте что у нас вот здесь вот сейчас петелька еще одна прибавилась и не считайте что мы провязывали до маркера две петли и значит у нас здесь должно быть 2 у нас же здесь петли прибавляются в прошлом ряду прибавлялись и сейчас прибавляются поэтому смотрите вяжем у нас здесь еще такая пряжа что может быть не видно если новички особенно провязали две петли и теперь у нас здесь вот такая вот петелька как бы двойная вот петля а вот часть какая-то это та петля которую мы делали перетяжку разворачиваясь когда маркер убирали в лицевом ряду она у нас вот так вот выглядит и мы ее провязываем вот эту часть и саму петлю 2 вместе за переднюю стеночку вот так провязываем их вместе все и дальше мы уже идем до следующего маркера в точке разворота до убираю его и также разворачиваюсь снимаю первую петлю делаю перетяжку в следующем ряду она у нас будет выглядеть точно так же как та которую мы сейчас провязали то есть не теперь из работая ее на спицу накидываю и у меня получается вот такая двойная петелька иду в обратном направлении просто изнаночными петлями здесь у нас полотно уже когда прибавляется уже легче гораздо провязывать уже друг за друга так ничего не цепляется как в первом ряду там в первых двух рядах и уже гораздо проще становится вязать не забывайте что в изнаночном ряду прибавок мы не делаем мы просто провязываем все по узору сейчас мы идем до маркера следующего маркера точки разворота эти просто переснимаем все в изнаночном ряду смотрите у нас здесь также была . разворота петля точки разворота вот которую мы провязали по лицевой стороне по изначной стороне она выглядит по другому вот так видите это ну она здесь похоже как будто бы как лицевая петля вроде как мы ее изнаночные провязать не можем и она не той стен очка и стоит у нас как все петли она вот двойная также видите здесь ниточка и вот такая она двойная вот так она выглядит на спице видите она двойная и мы там ее провязывали за переднюю стеночку лицевой а в изнаночном ряду нам нужно опять же эти две петельки вместе провязать только мы их подхватываем с лицевой стороны на изнаночную вот так я завожу спицу и захватываю их за заднюю стеночку обе вместе 2 и провязываю изнаночной все здесь пускаю они вот две вместе видите как по лицевой стороне то здесь петелька и вот ее часть еще вот такая ниточка эти перетяжки нам нужны для того чтобы у нас ступенек не было в точку разворота вы можете делать перетяжки по-своему я люблю так делать немецким способом провязываем дальше мы идем провязывать до следующего маркера вы маркер убираю смотрите маркеры перескакивает вот у меня здесь вот вот этот розовый перескочил вот отсюда здесь одна должна быть вот здесь петелька до от этого сверяйте с самым началом как мы выставляли или поставьте такие маркеры не вот эти маленькие чтобы они под петелька не пролезали все дошли и сняли маркер развернулись снимаем первую также перетягиваем натягиваю то есть сюда на спицу и дальше идем провязывать лицевой ряд все точно так же как мы провязывали я уже показала 4 ряда разворота мы дальше идем точно также перед маркерами регланных линий и после маркеров регланных линий не забываем делать прибавление перед маркером направо после маркера с наклоном влево за заднюю стеночку вправо за переднюю лево за заднюю дальше провязываем сейчас опять вот все петельки спинки провязываем здесь делаем прибавки идем дальше доходим до маркера убираем разворачиваемся идем назад когда будем здесь также мы будем когда сюда идти до этого маркера у нас здесь встретится вот такая же двойная петелька которую мы провязываем за переднюю стеночку вот 2 вот две части до петля и части и вот она двойная мы ее провязываем за переднюю стеночку в лицевом ряду вместе в изнаночном ряду когда пойдем идем до маркер развернемся идем в изнаночный по изнаночному ряду у нас здесь также встретиться такая двойная петелька по изнаночному ряду мы только что ее провязывали вот она вот она как выглядит и мы будем ее захватывать с лицевой стороны вот оттуда вот так захват эти две петельки провязываем изнаночной точно так же как мы провязывали дойдем до этого маркера снимем его дальше мы после регланной линии уже переходим к концу рукава да вот это уже передняя регланной линии здесь также делаем прибавки и доходим до этого маркера его убираем разворачиваемся и идем до этого маркер в изнаночном ряду мы прибавки не делаем лицевом делаем провязывайте самостоятельно росток я показала 4 вот 5 ряд тоже начала здесь все вяжется одинаково не забываем только делать прибавки и разворачиваться делать перетяжку где у нас стоят маркеры точка разворота и еще не забываем провязать эту двойную петельку правильно за переднюю стеночку 2 в лицевом ряду и за заднюю стеночку изнаночной в изнаночном ряду все провязываем самостоятельно вот я сняла последний маркер делаю также перетяжку и у меня здесь сразу стоит маркер регланной линии сразу сделаю прибавку это уже получается я провязала последний ряд и после сняла последний маркер иду сейчас по лицевому ряду выравнивая полотно это я провязала 8 рядов ростка даже сейчас можно посмотреть либо примерить достаточно или недостаточно принципе для пальто можно наверное провязать еще два ряда ростка то есть сейчас я опять же пройду сюда вот здесь я сняла маркеры до уже перешла на переднюю полочку здесь я провяжу и через две петли ну здесь вот сделаю здесь вот двойная петелька . разворота прошлой и здесь можно сразу поставить маркер можно просто отсчитать после нее как вы ее провяжите двойную за переднюю стеночку для петли провязали и развернулись и также здесь после двойной петельки вот здесь вот две петли провязываем и уже просто провязываем сглаживающий ряд сейчас еще провяжу туда и обратно еще 8 рядов то я провязала 9 10 получается 10 рядов ростка у меня в итоге получается смотрите вот я провязываю 9 ряд у меня здесь нет никакого маркера вот двойная петелька я провязываю 2 вместе за переднюю стеночку и захвачу еще две петельки и сделаю здесь разворот разворачиваюсь точно так же делаю здесь перетяжку иду в обратном направлении по изнаночной стороне сейчас провязываю последний ряд ростка 10 маркер переснимаю по изнаночной стороне его дошла до двойной петельки я ее захватываю вот так две вот эти петлю и части провязываю изнаночной петлей да как бы за заднюю стеночку и теперь провязываю после нее две петли и также разворачиваюсь несмотря на то что у нас это последний ряд ростка до конца мы не довязываем мы должны здесь делать точку разворота такую же вот и пойти уже провязывать все петельки но здесь мы уже провязываем до конца ряда после того как у вас снялись все маркеры точек разворота и росток окончен мы довязываем уже до конца не забываем что планка у нас полточной вязкой провязывается сейчас этот ряд мы провязываем уже до конца лицевой не забываем делать прибавки по регланным линиям они у нас продолжаются на всю длину реглана даже если закончился росток нам теперь вязать будет гораздо проще мы будем провязывать вниз теперь ровно только делая прибавки по регланным линиям это куда проще уже без точек разворота без ростка провязываем сейчас до конца ряда полностью все не забываем прибавки делать ну кроме как вот здесь эта планка отдельно вот я связала 10 сейчас вижу 11 ряда я пришла к планочки у нас застежка на правую сторону и это женский вариант застежка на правую сторону да поэтому нужно нам сделать по лицевой стороне смотрим правую планочку здесь нам нужно сделать петельку для пуговички у меня здесь 5 петель планки и петельку для пуговиц буду ровно посередине делать провязываю две петельки петлю для пуговиц обычно я делаю накидом в зависимости от того какого размера у вас пуговица 1 или двойной накид делать я делаю один и затем следующие две петли я провязываю вместе вот это у нас петелька для пуговиц количество петель на здесь такое же провязываю разворачиваю сейчас по изнаночной стороне мы все провязываем лицевыми у нас полточная вязка не забываем и также этот накид на тоже провязываем лицевой все петли планки провязали да если вот сейчас развернуть на лицевую сторону вот у нас образовалась петелька для пуговицы сразу начали это самая первая петля и потом просто их с какой-то периодичностью нам нужно будет вывязывать точно таким же образом в конце ряда по лицевой стороне через одинаковое количество рядов так провязали и теперь идем в обратном направлении провязывать вот этот ряд после ростка мы его до конца еще не провязывали провязываем до конца в этом изнаночном ряду я дошла до двойной петельки опять же ее провязываю изнаночной 2 вместе за заднюю стеночку и до конца ряда довязываю так я провязала 10 рядов ростка и еще провязала 11 ряд сглаживающий до конца и 12 ряд сглаживающий до конца так высота моего ростка по спинке измеряем сейчас вот 88 сантиметров для каждого размера высота ростка своя вот это углубление чем больше размер тем больше должно быть это углубление по спинке возможно про росток я немного сумбурно объяснила потому что я никогда заранее не высчитываю я делаю все по ходу соображаю по ходу вязание если вам так трудно особенно если вы с ростком не дружите то тогда когда вы вяжете образец вы я ориентировалась только на ширину потому что мне нужно было высчитать количество петель а вы тогда еще на высоту ориентируйтесь образца в 10 сантиметров сколько у вас рядов и потом посмотрите для вашего размера какая величина ростка должна быть по сантиметрам и исходя из этого уже поймите сколько рядов ростка вам нужно провязать и тогда уже вот эти точки разворота отсчитывайте в соответствии с теми с тем количеством рядов которые вам нужно провязать я почему показала это на полотне на полотне более понятно росток у нас сейчас выглядит вот так нам нужно получается углубить всю спинку и немного у нас идет задней части вот вперед я знаю что у многих проблемы с ростком и эта трудность возникает из-за того что просто вы не понимаете как он строится что такое росток росток это у нас углубление по спинке мы углубляем всю спинку заходим на рукава и немного заходим на передние полочки самое начало от регланных линий получается нам нужно углубить просто всю заднюю часть вот это вот чтобы это передняя у вас не тянуло назад если вы росток не свяжите то у вас это задняя часть будет перетянуть и вам будет некомфортно это также как мы когда поворотными рядами провязываем мы делаем перед глубже а спинку делаем выше то же самое только здесь вяжется все сверху и для того чтобы понять как строится росток нам мы спинку вообще никогда не трогаем мы начинаем вот с петель рукава вы можете от регланных линий отступить две и три петельки через каждые две делать через каждые три петли дело зависимости от того насколько глубокий вам нужен росток вот и мы вот сейчас у нас уже полотно связано какое-то да и мы вот так вот идем мы начинаем отсюда мы доходим до задней части реглана первый разворот у нас вот здесь по задней части правого рукава затем мы разворачиваемся идем по изнанке доходим до задней части левого рукава здесь где-то до маркер стоит затем разворачиваемся идем обратно то есть по несколько петелек мы двигаемся вперед 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 мы вяжем только заднюю часть заднюю часть заднюю часть и по 2 по 3 петельки мы захватываем вперед 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 и поэтому у нас получается ну вот такой вот плавненький росток углубленная спинка сюда меньше 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 и спереди уже у нас ничего нет если мы так вот сейчас это положим мало еще конечно полотно но все равно будет видно уже вот видите это выглядит вот так спинка видите у нас гораздо выше чем перед для удобства для анатомической посадки вывязывается ростов все самая сложная неудобная часть у нас связано теперь дальше мы просто вяжем все от начала и до конца ряда поворотными рядами не забываем в каждом лицевом ряду делать прибавки по линии реглана вот здесь вот обязательно не забываем что у нас планка платочной вязкой провязывается и мы провязываем продолжаем их платочной вязкой также не забываем провязывать петельки для пуговиц через одинаковое количество рядов зависимости от того как часто вы хотите сделать пуговички вот и просто поворотными рядами теперь лицевыми и изнаночными петельками в значном ряду мы провязываем полностью всю высоту реглана высоту регланных линий можете также посмотреть в интернете но лучше просто ориентируйтесь на себя примеряем прям к себе прикладываем чтобы у вас не регланной линия была такой высоты не чтобы она вас прям подмышкой сошлась и так вот туго и неудобно вам было чтобы там было какое-то расстояние вы же хотите чтобы вам было комфортно поэтому ориентируйтесь на свой комфорт как сидит у вас как вам больше нравится и до того момента мы провязываем эту высоту регланной линии сейчас все просто для и обратно ну Субтитры создавал DimaTorzok